Всем привет! Я приветствую каждого из вас, кто зашел на это видео. Меня зовут Мила. Приглашаю вас на сегодняшний вторую расклад на тему. Кто о вас так часто думает? Кто этот человек? Давайте посмотрим. Никого не загадывайте. Пусть нам карты сами покажут, какой человек о вас думает. Это может быть женщина, это может быть мужчина. Что нам покажут карты, то я вам и передам. А между этим, пока я подготавливаю эту замечательную колоду карт, хочу вас, дорогие друзья, поблагодарить за ваши лайки, комментарии, подписки, за поддержку этого канала. Для меня это очень ценно. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку оставлю под этим видео в комментариях. Итак, для начала я сделаю вам сигнификацию, чтобы вы понимали, ваш ли этот расклад. Настройтесь только на себя. Подумайте о себе. И настройтесь на этот расклад. Это очень важно. Очень стабильная женщина. Очень. Ой, вы такая, знаете, духовно очень развитая. Вот вы очень мудрая. С вами есть о чём поговорить. Вы даёте очень важные и ценные советы. Образованная, начитанная, мудрая, умная. Женщина, которая всегда духовно развивается, духовно растёт. У вас есть какая-то стабильность. Возможно, у вас есть ребёнок. Вы очень любите детей. Вы такая наполненная. Да, то есть я вижу здесь очень такую умную женщину. Ну вот, выходит как раз человек, который о вас думает. Сразу вышел, конечно же. Да, то есть о вас думает тот человек, о котором вы думаете. Вот так, потому что он вышел в вашей сигнификации. Вы часто думаете об этом человеке, и он думает о вас. Вот так здесь получается. Сейчас у ваших, или в отношениях, или в вашей жизни тройка мечей, разбитое сердце. Кто-то кому-то разбивает сердце. Кто-то закрывается, кто-то позиционирует себя как-то неправильно. Но здесь показывают очень тяжёлую созависимую связь. Здесь притяжение, желание. Здесь такое ощущение, как будто кто-то хочет брать лидерство в отношениях. Кто-то диктует свои правила. Кто-то исчезает. То есть здесь как-то очень непонятные, мутные отношения могут быть. Вы двойка. Второй, старший аркан, это у нас верховная жрица. Верховная жрица очень хитрая, продуманная женщина. Вы можете быть хорошим психологом, наставником. Женщина, которая обладает очень сильной энергией. Женщина, к которой прислушиваются. Вы помогаете, вы наставляете на путь истины. Возможно, точно так же занимаетесь картами Таро. То есть вы очень знающие. У вас есть какие-то тайные знания, и эти тайные знания помогают людям. Вы можете получать какие-то вещи из сны, вам могут сниться. Или какая-то информация через других людей к вам может приходить. Вот вы очень сильная женщина в энергетическом плане. И плюс в интуиции. У вас очень сильная интуиция. Вы много чего чувствуете, вы много чего знаете. Понимаете, вот такая вы прям очень-очень необыкновенная женщина. Ну что ж, давайте посмотрим, оставим этого мужчину, да. И мы посмотрим, что вас с ним связывает. Потому что ваши мысли, они почему-то здесь переплетаются. Вот здесь идёт какое-то переплетение мыслей. Но этот человек на 100% о вас думает, даже на 200%. Потому что он вышел у вашей сигнификации. Он прям выпрыгнул, да. То есть здесь говорит о том, что сам себе мужчина, он, знаете, такой умеет наполнять, умеет дарить эмоции, чувства. Умеет, да. То есть он, когда хочет, он может. Но зачастую этот человек может как-то закрываться, может как-то позиционировать себя как таким отдалённым. У вас с ним связывают какие-то чувства, эмоции, наполнение. У вас с ним связывает любовь. У вас с ним связывает любовь. Это тот человек, возможно, в которого вы влюблены, который, возможно, сейчас на расстоянии от вас. И показывают вас. То есть вы для этого человека королева жезлов. Такая женщина со стержнем. Сказала, сделала. Женщина, которая очень притягательная, красивая, яркая, нежная, но в то же время очень сильная. Такая огненная, страстная женщина, на которую он сейчас вот обращает внимание. То есть он на вас обращает внимание. Вы этого человека знаете уже длительное время. То есть это не тот человек, с которым вы только недавно познакомились. Нет. Это тот человек, который уже, знаете, как в вашей жизни длительное время. В ваших отношениях была какая-то стабильность и крепость. Вы такое чувство, как будто, знаете, через многое прошли с этим человеком, через многое. Но сейчас в ваших отношениях разбитое сердце, тройка мечей, переживания. Такое чувство, как будто вы расходитесь во мнениях, расходитесь в каких-то конфликтных ситуациях, нет взаимопонимания, отдаления, отстранения. То есть вы сейчас на данный момент времени, такое ощущение, как будто отдалились друг от друга. Но те эмоции, которые вот между вами, они настолько сильные, они настолько взаимные. Мужчина наполняется вами, вы наполняетесь ним. Что хочу сказать, что сейчас, на данный момент времени, вот у вас пропало взаимопонимание с этим человеком. Вот именно на фоне этого вы отдалились. Отдалились. И сейчас у кого-то из вас проходит переоценка ценностей. Переоценка ценностей, что это по правилам, это не по правилам. То есть где кто перешел какую-то грань. Поэтому сейчас в ваших отношениях может быть такая пауза, затишье, отстранение и отдаление. Но при этом всём, мужчина видит в вас, что вы в постоянном ресурсе, что вы в постоянных позитивных энергиях, что вы, как бы, у вас есть блага. Он думает, что вы такая самодостаточная женщина, что у вас есть стабильная работа. И он думает, что за вами ухаживает какой-то мужчина, вами интересуется какой-то мужчина. Что у вас есть общение с другими. Он думает, что вы общаетесь, что вы можете себе позволять. Поэтому человек может, знаете, как придумать сам себе какую-то историю и поверить в эту историю, хотя это может быть неправда. Он за вами наблюдает. Вот здесь есть такое, знаете, прям кропотливое наблюдение за вами. Где вы, с кем вы. Может быть, он вас с кем-то видел, что вы разговариваете. Здесь человек как будто немножечко сделал шаг назад. Вот этот мужчина, о котором сейчас идёт речь, он как будто сделал сейчас шаг назад, потому что он понимает, что вы видная женщина и что вами интересуются очень часто другие мужчины. Но всё равно здесь выходит женщина, которая живёт в его сердце. То есть это вы. Да, вы живёте в его сердце, в его чувствах. У него реально есть к вам чувства, но он эти чувства скрывает. 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 И хочу сказать, что здесь была какая-то женщина, которая хотела с ним каких-то отношений, но он ей, возможно, отказал. Да, он отшельник, отказал. Нет. Вот такое ощущение, как будто его тянет очень сильно к вам. Вот здесь есть у него желание возобновить какую-то связь между вами, возобновить отношения, возобновить желания. Вот это вот то, что было у вас раньше. И такое чувство, как будто вы для этого человека, вот знаете, вот как близкая уже очень, родная. Вы, возможно, для него как сестра, как мама, как женщина, которая заботится. И вот мало, мало такого в его жизни было, чтобы за ним, знаете, вот заботились, чтобы о нём думали, чтобы о нём переживали. И вот это вас очень сильно сблизило, очень сильно. Но в один момент у вас пропало взаимопонимание. Да, у вас пропало взаимопонимание, и вы отдалились. У вас очень сильная связь, у вас нереальная сильная связь. Здесь притяжение, желание, здесь постоянные мысли. постоянные мысли о друг друге, но он сейчас, знаете, в таких холодных энергиях отстранённый. Мужчина сейчас отстранённый, он думает, он думает, он взвешивает, он понимает, что что-то, возможно, он делает неправильно, и такое ощущение, как будто человек понимает, что в его руках ваши отношения, что он должен что-то сделать для того, чтобы улучшить эти отношения. Он чувствует, что вам очень больно бывает в некоторых моментах, что вы получаете какое-то поражение, и это поражение может как бы ранить вас от него, вот это поражение может быть, потому что он бывает таким холодным, холодным чёрствым, отстранённым, и он понимает, что вам из-за этого как бы больно. Но я вижу, что человек обманным способом манипулирует вами. Вот обманным способом он пытается как-то выводить вас на эмоции, специально вас выводить на такие чувства, чтобы вы страдали по нему. Понимаете? То есть ему очень хочется даже верить в то, что вы переживаете, что вы думаете, что вы страдаете по нём. Вот так здесь получается. Но давайте посмотрим, что вас ждёт с ним дальше, потому что здесь показывают какой-то тупик в отношениях, какие-то, вы знаете, такие тяжёлые энергии, тяжёлые непростые энергии в ваших отношениях. Такое ощущение, как будто вы и не завершили отношения, но и ничего сейчас не происходит на расстоянии друг от друга. И это расстояние, оно получается, что отдаляет, отдаляет и пропадает взаимопонимание, пропадает вот эта искра между вами. А что вас ждёт? Ух, как интересно! Здесь карта нового начала, здесь такая глубокая трансформация пройдёт. Знаете, вот переоценка ваших отношений. Вот человек сейчас сидит и думает, переоценивает ваши отношения к друг другу. Да, здесь карта страшного суда, здесь человек принимает пороковые решения, серьёзные решения, что так, как было раньше, уже не будет, и человек к чему-то, он созревает к чему-то. Да, то здесь идёт какое-то созревание. Всё-таки вы для него, ну, особенная женщина, очень даже, очень даже особенная женщина. И я хочу сказать, что он не хочет с вами разрывать контакт. Здесь наоборот, здесь наоборот идёт какое-то улучшение. Сейчас в ваших отношениях тайм-аут, пауза. Пауза, никто ничего не делает, никто не делает первый шаг. Да, я вижу сейчас пауза. Эта пауза, она очень скоро, как бы, завершится эта пауза. И здесь идёт новое возрождение, новая энергия в ваших отношениях. И с его, по его инициативе, да, то есть я вижу, что он как-то вот перенастроится немножечко. Перенастроится в вашу сторону, и этот человек как бы начнёт к вам заново проявляться, завоёвывать вас заново. Он считает, что он лидер в этих отношениях, и так, как он поступит, так оно и будет. Но если честно, я вижу, что он уже видит вас не так сильно заинтересованной в нём. Потому что есть некоторые моменты, которые вас обижают, некоторые моменты. И вы уже постепенно, как бы, отдаляетесь от него, и он это видит. Он это видит, и у него есть страх, что вы сделаете шаг назад, и что вы уже не захотите с ним никаких отношений. А у него страсть горит. В нём есть вот это сильное притяжение. Здесь, возможно, отношения построены на страсти, на притяжении, на желании. Вы как искушение друг для друга, понимаете? Поэтому эти отношения, они непростые. Они непростые. Но я вижу, что всё равно у него есть к вам такие чувства... Он привык знать, что вы есть постоянно в его жизни. Вот он привык. Это уже как привычка. Что вы есть постоянно в его жизни, и у него комфортно всё, ему спокойно, и он знает, что всё хорошо. Я вижу, что человек созреет к чему-то. Он созреет к какому-то новому шагу, да, к новому шагу, к вам. И я вижу, что здесь как бы идёт какая-то стабильность с ним, да. И человек как будто он захочет себя переломать. Он захочет переломать свои какие-то установки и начнёт работать над своими отношениями к вам, понимаете, в вашу сторону. То есть я вижу, что здесь человек что-то должен переосознать, переоценить, понять что-то он должен для себя. Я вижу, у вас будет какой-то разговор, очень важный разговор. Этот разговор, возможно, изменит ваши отношения, взаимоотношения к друг другу, да. И здесь десятка, а десятка она показывает, знаете, как больше уважения к друг другу и взаимопонимания какое-то у вас появится. То есть через какие-то препятствия, через его какие-то установки он будет себя перебаривать, он будет внутри с собой работать для того, чтобы как-то вырасти в ваших глазах. На самом деле у человека есть страх потерять вас, да. Да, здесь есть страх потерять, потому что он останется, как, знаете, вот разбитым. Поэтому человек здесь явно понимает то, что он не хочет вас терять, потому что вы для него как целый мир. Женщина, с которой уже много чего пройдено, и он сейчас об этом думает, что я не хочу её терять, потому что с ней очень по-особенному да хорошо. Потому что вы умеете заботиться о нём, как мама, как женщина, как сестра и как жена. Понимаете? Ну хорошо, а давайте посмотрим. Вот какие чувства к вам? Ох, сразу карта вышла. Императрица? Императрица. А императрица это особенная женщина, то есть вы для него особенная. И чувства к вам, они есть. Есть чувства, довольно такие сильные, я бы даже так сказала, но он в этих чувствах закрывается. Он закрывается, но вам никогда и как бы не говорил о чувствах. Постоянно утаивал свои чувства. Но в нём есть какая-то борьба, борьба с чувствами. Хотелось ему сто раз, хотелось вам рассказать о своих чувствах, но он как будто всегда боролся с этим. Он как будто утаивает все чувства в себе. Утаивание идёт. Постоянно, знаете, как бы он перед выбором стоит. Говорить, не говорить, вот так здесь идёт. Но чувства я вижу, что да, они есть. Ему очень важно знать, что вы есть стабильно в его жизни. Для него это очень важно. Я говорю, вы для него как жена, как мама, как женщина, которая всегда рядом. Ему важно знать, что вы есть в его жизни. Ему важно знать, что вы его принимаете даже с таким скверным характером, который у него есть. То есть вы его принимаете таким, какой он есть. Для него это очень важно. Человеку свойственно закрываться, отдаляться, холодным быть. И при этом Сема знает, что вы его всегда простите и примете. Да, здесь вас ждёт какой-то новый этап в отношениях. После какой-то борьбы. Вот после какой-то борьбы. Здесь или вы поругаетесь, а потом осознаете, что вы всё-таки очень близкие друг для друга. Здесь какая-то переоценка, и осознание придёт. Осознание всё-таки настанет такой момент, что он будет смотреть на вас, как на некий шанс. Что уже столько всего с ней прожито, столько всего с ней пройдено, что она действительно уже как близкая для меня. Она действительно уже особенная. Я вижу, что человек придёт. Придёт к тому, что он всё-таки останется в вашей жизни надолго. не только как друг, как какой-то там сожитель или что-то большее. Но здесь что-то большее. Здесь как пара, здесь двойка чаш, здесь пара, здесь гармония, здесь наполнение, здесь такая приязнь друг к другу. То есть я вижу, что вас ждёт новый этап в отношениях. Потому что вы для него на самом деле очень важная и значимая женщина, которую он на самом деле боится потерять. Но ему страшно самому в себе признаться, что у него есть чувства, что он боится вас потерять, что он боится остаться без такой ресурсной женщины, как вы, понимаете? Ему страшно даже самому признаться в этом, потому что в нём же есть гордыня, он у нас непростой мужчина, понимаете? Дайте время этому человеку, дайте время. Не спешите завершать отношения, не спешите. Дайте время ему, ему нужно к чему-то созреть, ему нужно к чему-то вырасти для того, чтобы строить с вами что-то новое. А я вижу, что он вырастет. Вырастет в мыслях, вырастет в действиях. Просто нужно, наверное, дать ему немножко времени. Вот такой у нас сегодня получился расклад. Теперь вы точно знаете, кто о вас думает. Мы раскрыли все секреты, да? Кто этот человек. Напишите обязательно в комментариях, с кем и как проигрывается данный расклад. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Всегда их читаю. И всегда меня очень сильно радует, что вы пишете такие искренние, добрые, честные комментарии. И меня это очень радует, что с каждым из вас расклад проигрывается на 100%. Обнимаю всех и каждого. С вами была я, Мила. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok